Может сложиться впечатление, что российский автопром не живёт, а выживает, разыскивая нужные компоненты, новых партнёров и рабочие руки. Но нет, в России работают и над новыми проектами. Вот, например, не сильно примечательная новость для большинства автомобилистов, но очень важная для фанатов Нивы Тревел. Внедорожник получил медиасистему нового поколения, такие уже давно ставятся на Весту и Гранту. Диагональ экрана головного устройства осталась прежней, 7 дюймов. Но сам экран теперь ёмкостный, а не резистивный, что улучшило отклик. Разрешение стало выше, а кроме того дисплей научился воспринимать мульти-тач, то есть касание несколькими пальцами. Производительность процессора увеличена в 10, оперативная память в 8, а объём жёсткого диска в 64 раза. Встроенный микрофон обзавёлся функцией шумоподавления, а динамиков теперь 4 вместо 2. В медиасистему залита операционная система Android и встроенные сервисы Яндекса. Обновлять ПО можно по воздуху. После ухода французского акционера АвтоВАЗ не сумел возобновить выпуск Весты Спорт. Так что сейчас придворное ателье выпускает лишь упрощённые Весты Спортлайн. У них другая подвеска, доработанная внешность, но мотор отдачи всего 118 сил. В Тольятти понимают, что этого мало и готовят действительно мощный вариант. Он, как сообщает российская газета, будет предъявлен публике в следующем году, но технические подробности проекта пока остаются неизвестными. О том, что соседкой Гранты по конвейеру вскоре станет Лада Искра, телеканал АвтоПлюс уже рассказывал. А сейчас паблик АвтоГрад Ньюс, известный своими инсайдами, разузнал первые подробности о силовых агрегатах. Так, в начальных версиях семейство получит атмосферный двигатель 11182 мощностью 90 лошадиных сил. В старших исполнениях будут доступны более мощные моторы, с которыми пойдут шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор. В свою очередь паблик «Русский автомобиль» сообщает, что для будущего кроссовера на базе Vesta фактически утвердили дизайн. Образ сохранит X-образные выштамповки на боковинах, но они будут менее выраженными. Для новинки готовится панорамная крыша и монофонарь – световая полоса, визуально соединяющая задние фонари. Кроме того, в Тольятти зреет идея снабдить модель китайским силовым агрегатам – турбомотором и вариатором.